Говорят, ты очень любишь лего? Да. А почему? Я люблю его собирать. А что ты больше всего любишь собирать? Машину. Лего – самая любимая игрушка у 7-летнего Захара Яковлева из небольшого посёлка Чага до Вологодской области. До этой весны он вообще был самым обычным мальчиком. Много играл, гулял и готовился пойти в первый класс. Но в марте всё изменилось. Ребёнок вдруг начал быстро уставать. Появились, казалось бы, обычные для ретровирусной болезни симптомы. Месяц лечения, а улучшений почти не было. Наоборот, начались сильные головные боли. Родители решили сделать МРТ и сразу поняли, что что-то не так. А тут я вижу, что они там и забегали, и врача позвали, и долго это всё. Он лежит и говорит, мне плохо уже, я уже не могу. И я уже когда вышла, он мне говорит, зайдите ко мне срочно. И вот он мне как бы сказал, я говорю, это рак. Он говорит, нет, это новообразование. Врачи сошлись в том, что Захару срочно необходима операция. Буквально за несколько дней он получил направление в Петербургский центр имени Алмазова. Однако на этом удача закончилась. Во-первых, хирурги не смогли удалить образование полностью. Опухоль оказалась слишком большой, находилась в труднодоступном месте. А во-вторых, гистология показала, что у Захара один из самых опасных и агрессивных видов рака. Гигантоклеточная глиобластома глубоких отделов левых, теменной и затылочной долей головного мозга. Осталось и 5%, и я так поняла, что и по краешкам может быть там осталось, и какое-то все равно частичка чего-то там осталось небольшая. И вот она вот за два месяца, пока мы ничего не делали, пока мы ждали, ну, пока майские праздники, пока мы ждали повтор гистологии, я все-таки пересдавала, надеялась, что может быть какая-то ошибка или что-то. Вот, она подросла еще немножко на 0,5 миллиметров. Однако шанс выздороветь у Захара все еще есть. Помочь ему может протонная терапия. Частный специализированный центр, единственный в России, открылся в Петербурге год назад. В отличие от лучевой терапии, направленный пучок протонов позволяет воздействовать прицельно, только на больные клетки. В итоге эффективность лечения намного выше. Цифры по ремиссии при опухоле головного мозга фантастические, почти 90%. Глиобластома очень быстро прогрессирующее заболевание, которое не требует каких-то отлагательств. Протонная терапия для детей наиболее благоприятный и щадящий метод лучевой терапии, которая минимально затрагивает окружающие здоровые ткани и органы, не влияет в дальнейшем на какие-то когнитивные, мыслительные функции. Лечение уже начали, время терять нельзя. Но, к сожалению, это не по карману семье Захара, где еще двое детей. Курс протонной терапии стоит 2 миллиона 138 тысяч рублей, а нужна еще химиотерапия – миллион 143 тысячи. Яковлевым очень помогли односельчане, которые не оставили соседей в беде. Все чагоды они смогли собрать часть огромной суммы. Но чтобы закончить лечение, нужна и помощь петербуржцев. Стараюсь не плакать, ничего. Ну, что делать? Все, надо жить так. Уже просто как раньше жили, мы уже жить не будем, это понятно. Вот. Каждый человек приспосабливается. Поэтому мы думаем, что все будет хорошо. Лечение тяжелое, но Захар уже научился справляться. В его семье очень сильно надеются, что скоро он снова станет самым обычным мальчиком и 1 сентября сможет пойти в первый класс. Хотя самому Захару сейчас гораздо интереснее просто играть. Там скучно. Скучно, будет весело. Там скучно. Да ну, друзей найдешь. А потом надо с пистонами поносить. Автомат с пистонами. На влаке. Людмила Бурим, Алексей Купцов и Сергей Ларичев. Вести. Петербург. Чтобы помочь Захару, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для детей. На сайте нашей телекомпании и на сайте Русфонда. Все адреса сейчас на экране. Можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому они спасли жизнь.